Приветствую вас! Как-то, вот знаете, я не очень понимал, Светлана, к кому обращен ваш вопрос, и, собственно, чего вы хотите, какой совет. Ибо дело-то все в том, что, с одной стороны, ваш вопрос касается того, можно ли убрать как-то долги, как-то процент, можно ли как-то убрать, да, то здесь мы вам вряд ли подскажем, потому что это все-таки больше... юриспруденция, это все-таки больше юриспруденция, вот, ну, относится к юриспруденции, это все-таки больше, и здесь вам, вероятно, стоило бы и обратиться в раздел юриспруденции, где вам помогли бы и, возможно, подсказали бы какое-то решение. Вот. Это первое, первое. Второе, то, что, как хочется вам сказать, то, что на протяжении вашей жизни, вот, на протяжении вашего жизненного пути наблюдается определенная фаталистичность. То есть, у вас как будто, знаете, вот, ну, люди такие верующие, люди такие, ну, в некоторой степени суеверные, да, они называют это проклятием, вот, но психолог это называет жизненным сценарием. То есть, определенный жизненный сценарий, сценарий, который ведет к определенному исходу, вот. В важном случае этот исход, ну, немного, немало можно назвать суицид, важным исходом можно назвать суицид. И хотя попытка суицида у вас не удалась, все равно попытка была, а это значит, что вы, по сути, просто пришли к тому, чтобы реализовать вот этот самый заряд. Заряд на самоубийство. И этот заряд, сама идея, которая пришла к вам в голову, вот, нуждается в корректировке. Потому что это не просто так. Совершенно не просто так. Вам пришла в голову подобная мысль. И подобная мысль, подобное отношение к себе, оно тоже появилось у вас не просто так, к сожалению. Понимаете, какая штука. Поэтому, поэтому очень важно вот это для вас проработать. Поэтому так важно вам в этом начать себе отдавать отчет. Именно поэтому. Понимаете? Значит, следующее, что хочется сказать, да, то есть, работа с жизненным сценарием. Возможно, ваш жизненный сценарий называется тупик. То есть, прочитайте, прочитайте в интернете, есть такая психологическая игра. Она так и называется, тупик. Вот. Возможно, это про вас. Возможно, я ошибаюсь. И чтобы понять, какой жизненный сценарий ваш, и, соответственно, нужно работать с корректировкой жизненного сценария. Нужно больше о вас информации. На показе мне видится такая история, такой аспект. Далее, вы пишите, я не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? Сформулируйте для себя некую цель. Или чего вы хотите. Потому что, когда вы говорите, что я не знаю, что мне делать, вы подразумеваете интеллектуальную работу. То есть, вы подразумеваете, что, как бы, процесс идет исключительно в интеллектуальной сфере. Что мне делать, да? Что мне делать? Что мне делать? Это интеллектуальная сфера. Но, но, интеллектуальная сфера игнорирует чувственную сферу. Поэтому, прежде чем говорить об интеллектуальной сфере, ну, ну, крайне желательно бы раскрыть именно аспект, я бы сказал, чувственный, больше. Вот. Это, на мой взгляд, очень важно. Вот. На мой взгляд, это прям очень важный момент, на который вам необходимо обратить свое самое пристальное внимание. Потому что, без этого, без понимания, что вы чувствуете, что вы хотите и так далее, ваша жизнь так и будет проходить, как данный игрок. А уже чувства, чувства нужно учиться осознавать и адекватно реализовывать. Вы пишите, началось все 6 лет назад, я познакомился с отцом моего ребенка, моей доченьке Камилке, сейчас 5 лет. Я была в декрете, сами понимаете, как это иметь маленького ребенка здесь на съемном жиле, когда помощи ждать неоткуда. А, как вы оказались в такой ситуации? Да, потом я работал на двух работах, нанимал няню, это не спасло. Спасло от чего? Папа. Папа загнал меня в такие долгие пяти. Вот здесь угадывает ваша жертвенная позиция. Не спасло, загнал. Это позиция жертвы. Почитайте, пожалуйста, про треугольник Гартмана. И вы увидите, что здесь вы находитесь в позиции жертвы. Соответственно, вам необходимо из этого треугольника Гартмана выходить. Для чего вам нужна помощь. Сами вы, скорее всего, не справитесь. Вот. Дальше я отменил ваш фазьбу за две недели. Из-за чего? Бог все видит. Ну, вот здесь, конечно, ваша вера, она тоже оказывает мощное влияние на вас. Вот, чтобы Бог все видит. И мне думается, что этому вопросу, вопросу веры, точно нужно уделить очень много внимания. Потому что важно понимать, куда двигает вас ваша вера. Куда она толкает вас. Вот. На мой взгляд, это важно. На мой взгляд, это очень важно. Поэтому, тут точный момент. А дальше, значит, из-за чего вы отменили свадьбу. Бог все видит. Когда она осталась, слава богу, забрал машину телевизора. Как он мог забрать? Да, тут как бы. Почему это сделал? Ничего выкрепкало. Старенькая подъезда, но своя маленькая есть. Работа, добираться из сад возить, знаю. Много такого нет. В чем здесь многие? Обухом по голове было, конечно, решение суда. Сумма долгов привалилась за 500 тысяч. Как так получилось, что мужчина одогнал вас долги? Я занимаю зелье, как-то пытаюсь подработать с собаками, заниматься. Они, конечно, требуются для большого ухода. Тут важно понимать, опять же, для чего и почему, с какой мотивацией вы начали заниматься с собаками. Тут все наперекосяк. Синьков никто не берет, цены растут, пришли долги. Не очень понятно. Синьков никто не берет, на что растут цены, откуда пришли долги. Что мне делать, может, как-то можно хоть 20% брать. Это вот вопрос мне к психологам. Настолько меня подорвало, что именно. Всю жизнь три месяца где-то ищешь, что ищешь. Ребенок мой со мной в машине жил, ездили, работали каждый день без выходных. А что ищешь, то почему нельзя было ребенка отдать родителям? Ну, если вы считаете, что ребенку было тяжело, конечно. Я стал недугополучен для своих родных, с родительского дома выписывался, боялись от пищи преимущества. Говорят, потому что с семьей у вас не все гладко, потому что если бы с семьей были доверительные отношения, то они бы просто пригласили бы вас долг 500 тысяч, а вы потом по секундочку бы семье своей это долг отдавали бы. Вот. Дальше, значит, возможно именно из семьи, а точнее скорее всего из семьи тянется вот это ваше отношение к себе такое. Сейчас у меня временная регистрация, где практически бомжи, в мире конечно без добрых людей, спасибо, помогает с работой моей управляющей. То есть опять же, да, опять же помогает. Вот это вот изначально такая вот жертвенная позиция. Смотрите, раз муж, или не муж, а отец, точнее, ребенка загнал вас в долги, да, значит, вы позволили ему это сделать. Если вы позволили ему это сделать, значит, вы действовали себе в эфир. А значит, вы, во-первых, были чем-то замотивированы, позволять отцу ребенка делать то, что он хочет. И во-вторых, вы четко себя не отграничиваете от других людей. Вот. Ну и здесь может быть еще проблема с самооценкой. Ну, это нужно исследовать. Вот. Сейчас выполняют по гражданскому договору бухгалтерской услуги в маленькой пекарне. На работу пришли письма, кому нужны чужие проблемы. Какие письма, о каких проблемах идет речь. В общем, стыдно, но стыдно что? То есть, знаете, да, вот метод того, чтобы смотреть, что вы сделал не так, вы себя стыдите и обвиняете. Это тоже идет из родительской синичи, что тоже требует своей корректировки. Я решился на отчаянный шаг, думал, что всем легче будет без меня. То есть, почему-то вы решили, решить за себя. Когда я сел на березку, да, то есть, это, по сути, избегательность. То есть, просто решили сбежаться от проблем. Почему? Потому что они давят на вас. Очевидно. То есть, вы считаете, что вас их быть не должно. Вопрос, откуда такая позиция? Все ладно. Дальше. Теперь я понимаю, что такое состояние аффекта. Не знаю, как там оказалась подруга, их потянуло ко мне. Кого их? Сняли меня. Ну вот опять, да, сняли. Меня. Все происходит как будто без вашей сознательности. Я училась заново ходить, улыбаться, говорить. Самое главное, как мне стало стыдно перед нами. Опять стыдно. Опять стыдно. То есть, все ведет к стыду, по сути. У вас. Все идет к обвинению в себя, по сути. Вот. Дальше. Значит так. Мне стало стыдно. Так. Перед ночью перед я заново. Сейчас собираю себя по мелкому чистящему. Сначала нужно понять, что для вас ценно, если вы хотите не отделить себя от других людей. Дальше все пойдет по нарастающей. Ничего, руки ноги есть. Он может какой-нибудь выход. Может есть какой-нибудь выход, не бывает же без выходных ситуаций. Выход есть. Нужно работать. Я уверен, вы его найдете. С помощью психолога. Вот. В принципе так. Для чего вы написали свой телефон, точно совсем понятно. То есть вы хотите, чтобы вам психолог звонил? Не очень понятно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Поехали! 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 Продолжение следует...